Сегодня 19 июня 2022 года. Дача. Мы приехали после отпуска, а здесь все цветет. Вот такой вид открывается сразу от калитки. Маленькие розочки, белые розочки, красные розочки. Интересно, какие они будут. Здесь такие крупные, огромные. Вот под розочками тоже цветут цветочки. Желтые и сиреневые. Бархатки подрастают. Тоже там маленькие бутончики. Скоро тоже будут цвести. Хризантема, трехцветная хризантема, но от нее только один цвет остался. Тоже хочет зацвести. А вот мой пион. Он упал от тяжести, потому что он тяжеленный. В общем, два куста пионов. За пионом растет кружевник, лилии уже большие. Вот эти розочки все еще цветут вот здесь у меня. Так вот, два куста пионов. На каждом кусте по одному цветку. Вот эти розочки. Очень красивые. Очень мне нравятся. Где еще одна? Ой, какая крупная. Вот она там заворачивается. Это вот сорт английских роз. А когда она свеженькая, то она вот так вот нежно выглядит, пока не раскроется. Так, ядовитые колокольчики. У меня какие огромные тут. Гортензии набирают цвет. Интересно, какого цвета они будут в этом году. В прошлом году это были синие. Здесь опять желтые цветочки. Подсолнухи какие-то все свернувшиеся. Я не знаю. Вот такие вот страшненькие. Здесь тоже цветы, которые собираются цвести. В прошлом году я их обрезала под корень. Им было мало бутонов. А вот в этом году бутончиков. Видимо, не видимо. Скоро это все будет желтое. Придется опять видео делать. Так, тут все отцвело. Здесь подросла морковь, салат. И свекла растет. Так. Рододендрон отцвел. Его надо обрезать на эти бутончики. Идем дальше. Здесь у нас в горшках растет земляника. Вот она какая. Земляника во всех горшках. Подсолнухи, которые я не пересадила. Здесь эти бархатки, которые я не пересадила. Земляника. Земляника с бархатками и так далее. Так. Вот наши большие уличные помидоры. Цветут. Вот. Посмотрите, есть ли у них помидорки. Нет. Цветут. А, да. Есть маленькая. Прямаленькая микроскопическая помидорка. Здесь у нас вязались. Фасоль. Ох, как мангольд. Редисочка. Ох, кто ее пожрал там так. Вообще. Ох, пожрал кто-то. Редиску просто вокруг обглодал. Это были не муравьи. Наверное, это мышка. Мярушка. Так. А здесь у меня цветочки какие. Во. Вот это наша плантация картошки. Скоро будет картошка. Вот здесь подсолнух, который сам по себе вылез. И на нем сидит личинка. Где она? Вот она. Божьей коровки. Вот эта вот черно-оранжевая, это личинка божьей коровки. Она живет всякую тлю. Вот помидоры, которые в тепличке в нашей. А, надо как-то боком встать. Вот сколько у нас тут? Четыре штуки, да? Или пять? Один, два. Нет, четыре. И укропчик. Здесь кабачок. Отлежал себе бачок. Вот он отцвел. Чего-то кабачка нет. У пчелки не работает. Так, черника. 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 Вон ее сколько. Вот здесь еще комначку нашла. Сейчас надо будет пособирать. Вот здесь эти розы. Как они называются? Крестьянские розы. Вон они уже зацветают светло-розовенькие. А здесь зацветет скоро такой пассион фрукт. В этом году будут цвести колокольчики. Вот они уже какие длинные выросли. Так, что у нас здесь? Такой декоративный цвет. Чеснок отцвел. Шары какие у нас. Соседская картошка, да? А здесь не соседская наша картошка, которая не поместилась. Гортынзия. И еще один кустрон, который я уже сфотографировала. Вот он здесь вообще распушился. И пачкает мои листья. А листья кто-то жрет. Вот эти листья красивые. И кто-то их пожрал конкретно. Надо полосить посмотреть, что там видки или нет. Живут. А, ну вот здесь этот зацветает. Тоже какими-то белыми колокольчиками лопух. Вот в этом углу у нас опять картошка. Просто соседка мне дала картошку. И я искала место длиннее. Нашла. Она какая длинная тут в тени. А здесь у нас цветет черноглазая Сузанна. Но в принципе должна на дерево как-то лезть, плестись. Надо ей этих палок поставить, чтобы ей было не расти. Вот здесь у нас топинамба. Лечебная картошка. Разросся в этом году. В прошлом году у нас только одна штука была. Которую жрали улитки. И она бедная так росла, росла, выросла и даже не зацвел. Об этом году вон их сколько тут. Так, вот второй куст пиона. И тоже один цветок. Просто. Цветки огромные, тяжелые. Бедненькие. Надо их вот туда заправить, чтобы он мог стоять. Вот так. Стоять. Тут мои папоротники около крана. Немножко воду. А здесь мои вновь посаженные ирисы. Которые я привезла из Латвии. Причем вот эти. Три маленьких. Вот один, два, три. Это очень старые ирисы. Очень старые ирисы. Я получила от родственников. Так, ну что у нас тут? Немножко пустыненькие. Да. Потому что тут... А нет, там растет тагет. Надо его еще... Кару, чтобы туда пересадить, полить. Да. Ну вот, в принципе, и все. Вот здесь у входа такие цветочки. А, нет, яблоки. Яблоки. Могу вам показать яблоки. Идем. Яблоки и вишни. Груша у нас нет. Да. Внизу как-то все снимала. Про вишни забыла. Вот наши вишни. Вишни. Все спрятались. И яблоки. Только вчера полили, и вон уже, как они выросли со вчерашнего дня, яблоки сразу поперлись. Наверное, в этом году немножко больше будет яблок, чем в прошлом году. Да. Яблоки есть. А, но еще я забыла, что вот здесь у меня горох посажен. Вот горох. Цветет. Скоро будем есть горох. А здесь? Это было вообще все название цветов подлаговало. В общем, смотрите, какой цвет просто. Один нормальный, а один в семье был. Дураком. Вот. Все нормальные, оранжевые, как положено. Ну вот, а этот я не знаю, почему он такого цвета интересного. А там еще один такой интересный. А нет здесь два куста, поэтому один интересный, а другие нет. Ну вот, на этом я и заканчиваю. На самом интересном месте. Вот.